Встреча с надеждой и мечтой А вот интересно, чем отличается иллюзия от надежды и мечты? В семнадцатом году мне департамент предоставил жилую площадь Это что, иллюзия? Это скорее мечта Ничего подобного, это иллюзия, никто не предоставит Хотя должны Я мечтаю, я надеюсь, а в конечном счете это иллюзия Наступит семнадцатый год, наступит восемнадцатый год и все останется на том же Мне интересны эти люди, мне интересны их судьбы Мне интересна я сама в этих группах А ведь приобретают не только участники, группные ведущие Это очень сильно меняет нас Когда мы приходим сюда, мы думаем, что мы можем чем-то помочь людям, поддержать А очень часто оказывается так, что поддерживают нас Номер тринадцать У вас очень короткая фраза неизвестного автора Еще один отличный шанс для чуда Что такое чудо? Да, вот Как вам? Откликнулось? Вы улыбнулись? Что-то все-таки внутри ответило? Еще один прекрасный шанс для чуда Новый год, правда? А что значит чудо? Что это такое для вас? Жилье мы предоставим в пенсионном Что-то не забрали? Да А что? Как это значит? Вот у меня был случай Мы с женой по одному в год расстались Она поехала к подружке А я, значит, вот с друзьями Ну, сидишь там, да, и думаешь Я говорю, Зуб, звоню Я говорю, давай это Поедем домой и дома побудем Там ничего не накрыто Вот приехали Перед Новым годом Ничего не было Вместе провезли И провели И этот Новый год был лучший Из всех предыдущих А что? Что для вас вообще чудо? Вот мы все говорим о чудесах на Новый год А мы начнем это Что? Как вы понимаете вообще? Слово для вас Применять вот это Череченье На собственное жилище Это Для вас будет цепляться Для человека Абсолютно Для большинства Для большинства Для всех Дело в том, что нас вселяют В комнату Где на человека Приходится Один И пять Квадратных метров А по нормам Не менее пяти То есть мы вот Спрессованы в этих комнатах Мы же не чувствуем себя людьми Мы как скотина Вот загнана в эту комнату Дышать нечем Вещи положить нечем Очень часто люди Даже не знают Как зовут человека Который живет вместе с ними в комнате А когда они приходят на группу Они знакомятся Общаются И узнают друг друга С совершенно разных сторон С тех сторон С которых они Возможно никогда бы не посмотрели Друг на друга Вот в обычной жизни Во-первых Желание должно быть двухстороннее И те и другие Хотели учиться Участвовать в этом мероприятии А получается Что нас загоняют Либо заманивают Загоняет администрация Что вы должны участвовать в этих мероприятиях Потому что они там тоже отчитываются Значит заманивают Чаем Вот Если допустим Будет хорошее мероприятие Да? То и заманивать не надо Вы знаете Мы приходим Приносим Да Очень часто И чай И какие-то угощения Потому что мы понимаем Что приходим к людям Которые Порой холодные Будет какая-то интересная тема Людям будет интересно Они будут Приходить Слушать Участвовать в этом процессе Они будут для себя что-то тоже получать Значит они будут Учиться разговаривать Учиться общаться Взаимодействовать с другими людьми С руководителями И это все пойдет им на пользу И вот ради этого Можно на эти группы приходить И еще Значит вот эти вот люди Которые Приходят сюда Организовывать Они специалисты Значит они могут Корректировать Значит мысли наши Действия Взгляды Опять же это все Будет полезно Главное чтобы Они не старались Сделать нас зомби А что нужно сделать В своем уме В себе Для того чтобы сформулировать Это желание так Чтобы он стал более реальным Ход подвину Сроки увеличились Что нужно Расскажите Я просто не знаю Не знаю То есть вы думаете Что это может ускорить Конечно Не быть равнодушным Что происходит Кстати это очень важно Но для того чтобы Не быть равнодушным Не обязательно ведь Выходить на Володную площадь Не обязательно Можно ходить активнее Да Ходотайствовать О каких из своих Задачах На Володную площадь Вы же игрались Но Не получается А вы активно вообще Вы активны что ли Нет Скорее нет И на Володной площади Ни разу не было Выходили все Значит все таки активны Я тоже была на Володной площади Выходили Но все таки Скажу так Что наверное В какой-то конкретной ситуации Если вам что-то нужно Получить от государства Наверное Уместнее действовать Все таки Законным методом И направленно То есть идти туда В ту организацию В которой это нужно И там конкретно Работать над тем Чтобы вам это получить Дело в том Что Государству Целесообразней Держать меня здесь На две тысячи рублей Да Чем предоставить мне жилье Государство Государство из бюджета Выплачивает На содержание мое 34 тысячи рублей А я мог бы Значит вот В найм Взять комнату В общежитии Оплачивать коммунальные услуги Быть независимым Свободным Оплачивать эти услуги Никто бы меня не гнобил Деньги из бюджета Такие бы не тратились Я не понимаю Почему государство Не идет на это Вот видите Мы немножко узнаем интересы Очень здорово Что сегодня идет такой разговор Потому что иногда спрашиваешь А что вот вам хотелось бы И в общем то Народ молчит А сегодня вот Вы высказываетесь И даже какие-то Пожелания звучат А мы и правда Будем об этом думать Будем как-то Что-то делать Для того чтобы реализовать Город На мой взгляд Должен Открыть Общежитие И предоставить Бездомному Комнату Социальный найм Можно даже без права Регистрации Кого-то там Без приватизации Без всего Социальный найм чистый Я работаю с тем что есть Я принимаю то что есть Я понимаю что Я не занимаю Какие-то руководящие должности Которые Способны что-то менять На уровне законодательства Но я могу Быть здесь С этими людьми И я поэтому здесь Удачи Удачи С этими людьми Удачи Продолжение следует...